Куда смотреть? Под ноги или наверх? Непонятно. Бывшее здание Октябрьского РОВД рушится на глазах и на головы прохожих. С него падают кирпичи, а сейчас еще и ледяные глыбы. Ирине повезло. Увернуться удавалось дважды. Сначала это были кирпичи, когда была зима, еще не было схода снега. Когда снег начал таять и пошел лед и глыбы с крыши, то уже полетели и они на нас. Здесь ходим, потому что часто сейчас. Поэтому уже видели и наблюдали неоднократно эту ситуацию. Сетка, которая должна защищать головы прохожих, сама не выдержала. Обнаграждение внизу вряд ли гарантирует безопасность. И это на тротуаре Центрального проспекта города. Пытались обращаться в нашу Ивановскую администрацию, пытались звонить в приемную губернатора, но везде было отказано. Единственное, объяснили они это тем, что нужно прийти обязательно написать письменное заявление для того, чтобы какие-то действия были приняты. Но потом отказали потому, что сказали, что это здание им просто не принадлежит и они к нему отношения не имеют. Здание принадлежит УМВД по Ивановской области, а значит ремонтировать им. Правда, полиция от комментариев воздержалась. А вот земля у фасада уже зона ответственности муниципалитета. И не исключено, что здесь, как и у здания поли, придется ставить забор. Здесь это центр города, все это надо сделать, чтобы это было так как-то эстетически, выглядело нормально. Хотя у нас уже здание бывшего УВД области, оно уже сколько у нас лет стоит, почти 10 лет. Уже вот в таком тоже в центре города. Но во всяком случае, мы в ближайшее время приняем меры к тому, чтобы не допустить падения каких-то предметов с крыши этого дома и поставим заграждение. На этой неделе в администрации состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Проблема с созданием 39 по проспекту Ленина в повестке есть. УМВД напомнит о необходимости ремонта для начала хотя бы защитных сеток. Также будет принято решение, нужно ли там возводить ограждение. Словом, дело не быстрое. Главное, чтобы кирпичи подождали и не падали. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.